Видео подготовлено онлайн-библиотекой MyBook. Более ста тысяч книг, удобный сайт и мобильные приложения для iOS и Android. Множество книжных подборок, рейтингов и рекомендаций на любой вкус. MyBook читать удобно где угодно. Желая отдохнуть от лондонской суеты и модных курортов, мистер Локвуд решил отправиться в деревенскую глушь. Дом, в котором он поселился, носил имя Мыс Скворцов и находился среди болот Северной Англии и холмистых вересковых пустошей. Заселившись в поместье, Локвуд решил посетить владельца Скворцов, Сквайра Хитклиффа. Мистер Хитклифф жил примерно в четырех милях пути в усадьбе под названием Грозовой Перевал. Хозяин поместья произвел на мистера Локвуда странное впечатление. Сам он выглядел и вел себя как настоящий цыган. Его жилище больше напоминало дом простого фермера, нежели поместье. Помимо Сквайра в перевале жили еще старый слуга по имени Джозеф и молодая, красивая девушка Кэтрин Хитклифф, невеста владельца усадьбы. Миссис Хитклифф была крайне резка со всеми и не скрывала своего презрения к окружающим. Последним обитателем поместья был Гертон Эрншоу, деревенский паренек немного старше Кэтрин. Глядя на него нельзя было понять кто он, ведь на слугу или хозяйского сына он никак не смахивал. Все эти люди заинтересовали мистера Локвуда и он попросил экономку Миссис Дин побольше о них рассказать. Мало того, что Миссис Дин была отличной рассказчицей, она еще и являлась свидетельницей всех событий, что долгое время происходили в Грозовом Перевале. Семейство Эрншоу с давних пор жило в этой усадьбе. Другое семейство, Линтоны, проживали на мызе Скворцов. У главы семейства Эрншоу было двое детей, дочь Кэтрин и старший сын Хиндли. Однажды, возвращаясь из города, мистер Эрншоу увидел на дороге умирающего мальчишку. Это был оборванец цыганенок. Мужчина взял его с собой и привез в свой дом. Мальчика поставили на ноги и назвали Хитклифом. Мистер Эрншоу со временем привязался к чужому ребенку гораздо больше, чем к родному сыну. Хитклиф всячески пользовался таким отношением и периодически издевался над Хиндли. А с маленькой Кэтрин он наоборот подружился. Спустя какое-то время мистер Эрншоу умер. К тому времени его старший сын уже несколько лет проживал в городе. На похороны отца он приехал вместе со своей женой. Новые хозяева мигом изменили все порядки в грозовом перевале. Хиндли при этом не забыл про проделки Хитклифа и старался теперь всечески ему насолить в отместку. Теперь молодой цыганин был на положении простого рабочего в усадьбе. Кэтрин также было нелегко. Она находилась на попечении недружелюбного слуги Джозефа. Единственной отрадой для девушки были дружеские отношения с Хитклифом, которые постепенно перерастали во влюбленность. В соседнем поместье на мысе Скворцов в то же время жили еще двое подростков. Это были дети семейства Линтонов Эдгар и Изабелла. В отличие от соседских детей, они были прекрасно воспитаны и образованы. Но при этом и Эдгар и Изабелла отличались излишней нервозностью и изрядным высокомерием. Однажды потомки двух семей познакомились. Единственным, кого не приняли в компанию, был Хитклиф, человек без семьи и рода. Чуть погодя, Кэтрин стала проводить больше времени с Эдгаром, практически позабыв про своего старого друга. Подростка это очень злило и он поклялся отомстить отпрыску Линтонов. Прошло еще какое-то время. У Хиндли родился сын и мальчика назвали Гертон. Его мать долгое время не могла отправиться после родов и совсем перестала вставать с постели. Когда ее не стало, Хиндли сильно изменился. Теперь он много выпивал и своим буйным поведением часто пугал окружающих его людей. Отношения Эдгара и Кэтрин стремительно развивались. И вот настал тот момент, когда пара решила сыграть свадьбу. Для Кэтрин выйти замуж за Эдгара было отнюдь непросто, ведь она до сих пор не переставала думать о Хитклифе и не знала, как будет жить без него. Когда молодой человек узнал о женитьбе своей возлюбленной, он тут же пропал и никто в грозовом перевале не знал, куда он уехал. Вскоре состоялось торжественное событие. Когда Эдгар вел Кэтрин к алтарю, он чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Молодожены поселились в мысе Скворцов. В то время Кэтрин и Эдгар выглядели как очень крепкая, любящая друг друга пара. Однажды к воротам Скворцов пришел незнакомец. Оказалось, что это никто иной, как Хитклиф. Узнали его не сразу, ведь теперь из мальчика он превратился во взрослого мужчину с джентльменскими манерами и военной выправкой. Никто не знал о том, где он пропадал все это время и чем занимался. Этого так никому и неизвестно до сих пор. Кэтрин была рада возвращению старого друга. Что касается ее мужа, то его возвращение Хитклифа сильно смущало. Он раньше недолюбливал цыганского мальчишку, а теперь чувствовал некую угрозу, исходящую от него. Оказалось, что все предчувствия мистера Линтона были не напрасны. С приездом Хитклифа Кэтрин потеряла всякое душевное равновесие. Все это время она бесконечно корила себя за то, что позволило ему уйти и, возможно, стала виновницей его смерти. Но увидев самого близкого ей человека вновь живым и здоровым, Кэтрин наконец-то примирилась сама с собой. Теперь она ценила старого друга еще больше, чем раньше. Вопреки недовольству Эдгара, Хитклиф часто посещал мыс скворцов. Он не скрывал того, зачем на самом деле вернулся и был со всеми резок и груб. Все, что его волновало, это месть. Но его целью был не только Хиндли Эрншо, но и Эдгар Линтон, отобравший его любовь. Саму Кэтрин Хитклиф постоянно обвинял в том, что она ему предпочла высокомерного слюнтяя. Эти слова ранили девушку до глубины души. Хитклиф поселился в Грозовом Перевале. Теперь это место стало сборищем многочисленных пьяниц и картежников. Хитклиф предложил Хиндли сыграть в карты. Наследник семейства Эрншо проиграл, и поскольку у него не было денег, он отдал закладную на дом и имение Хитклифу. И теперь с простого оборванца цыганин стал полноправным владельцем Грозового Перевала. А маленькому сыну Хиндли, Гертону, не досталось совершенно ничего. Поскольку Хитклиф часто бывал на мызе скворцов, Изабелла Линтон внезапно влюбилась в него. Окружающие пытались предостеречь ее от этого дикого человека, но все уговоры оказались бессмысленны. Сам Хитклиф относился к Изабелле безразлично, поскольку думал он только о Кэтрин и своей мести. В его голове созрел план, как именно он может поквитаться с Эдгаром Линтоном. Однажды ночью Хитклиф сбежал из мыза вместе с его сестрой. Спустя какое-то время молодые люди объявились в Грозовом Перевале и были уже женаты. Муж часто унижал Изабеллу и никогда не скрывал того, почему он так к ней относится. Она терпела все издевательства Хитклифа и не переставала думать о том, кто же на самом деле ее муж – человек или дьявол. Кэтрин и Хитклиф не виделись с того самого момента, как он сбежал с сестрой Эдгара. Но однажды девушка сильно заболела, и старый друг в спешке пришел проведать ее. Между ними состоялся тяжелый и откровенный разговор. Оба признались друг другу в своих чувствах, но, к сожалению, было уже слишком поздно. Кэтрин умерла в тот же вечер. Но перед смертью она подарила жизнь своей дочери, которую впоследствии назвали в честь матери. Именно эту девушку мистер Локвуд и видел тогда в Грозовом Перевале. Хитклиф Эрншо постигла та же горькая участь, что и его сестру. Однажды он напился до такого состояния, что умер на месте. Изабелла истратила все свое терпение и сбежала от мужа куда-то в окрестности Лондона. Немного погодя, у нее родился сын Линтон Хитклиф. Прошло 12 или даже 13 лет. Эдгар и Кэти Линтоны все так же жили на мысе Скворцов в тишине и спокойствии. Однажды к ним пришла грустная весть о смерти Изабеллы. Эдгар поспешил в Лондон, и обратно он уже вернулся вместе с ее сыном. Этот ребенок отличался ужасным поведением. Он унаследовал самые худшие черты обоих своих родителей. Кэти, следуя примеру своей матери, также привязалась к своему новому кузену. На следующий день мыс посетил Хитклиф и потребовал отдать ему родного сына. Эдгар не стал с ним спорить и легко распрощался с буйным ребенком сестры. Прошло еще три года. Жители Грозового Перевала и мыса Скворцов никак не контактировали. Когда Кэти стукнуло 16 лет, ей все же удалось посетить Перевал. Там она наконец-то встретилась с двумя своими братьями, Гертоном Эрншо и Линтоном Хитклифом. К Гертону девушка относилась холодно, поскольку он казался ей слишком неотесанным. А в Хитклифа-младшего Кэти сразу же влюбилась, прямо как ее мать. Эгоистичный Линтон не отвечал ей на ее чувства взаимностью, пока в их жизни вмешался Хитклиф-старший. Он никогда не испытывал никаких чувств к ребенку Изабеллы. Но в Кэти он видел отражение той любви, которую когда-то потерял. Поэтому он решил, что ей должны остаться в наследство и Грозовой Перевал, и мыс Скворцов. Эдгар Линтон и Хитклиф были стары, и смерть могла настигнуть их в любой момент. Для того, чтобы Кэти стала владелицей обоих усадеб, она должна была выйти замуж за Хитклифа Линтона. Эдгар был против этого союза, но несмотря на это, Хитклиф все равно устроил их свадьбу. Спустя несколько дней старик Линтон умер, а вскоре сын сестры последовал за ним. Теперь в Грозовом Перевале жили трое. Неуравновешенный Хитклиф, высокомерная молодая вдова Кэти и нищий наследник богатого рода Гертон, что был тайно в Кэти влюблен. На этом рассказ экономки миссис Дин закончился. Мистер Локвуд решил покинуть свое уединенное жилище в глуши и вернуться в город. Он не планировал больше возвращаться в мыс Скворцов. Но спустя год Локвуд проезжал мимо этих мест и решил зайти в гости к миссис Дин. За прошедшее время в Грозовом Перевале многое изменилось. Хитклиф скончался. В последние минуты жизни он совсем потерял свой рассудок. Он больше не ел, не спал, а лишь бродил по ближайшим холмам. Там он бесконечно звал призрак, давно покинувший его возлюбленный. Кэти со временем начала лучше относиться к Гертону и в какой-то момент ее симпатия превратилась в настоящее чувство. Их свадьба должна была состояться ближе к Новому году. Напоследок мистер Локвуд посетил местное кладбище. Здесь он осознал, что какие бы невзгоды и препятствия не беспокоили этих людей при жизни, теперь все они спят мирным сном. Редактор субтитров А.Семкин